И я также публикую несколько журнальных статей здесь и там, и один из основных журналов, в которых я публикуюсь, это австралийский журнал парапсихологии, который является своего рода основным парапсихологическим журналом, если вы называете это мейнстримом, потому что в мире их всего пара. Но это в некотором роде мое прошлое. То, что я делаю сегодня, на самом деле немного ошеломляет меня, потому что я не такой, я знаю, что выступаю здесь перед аудиторией уфологов. И у меня есть небольшое представление об уфологах, и эта область мне уже очень нравится, но сегодня она не очень похожа на уфологическую. Так что я надеюсь, что вы просто потерпи меня и не сжигай это место дотла, потому что я постараюсь время от времени приносить какие-нибудь материалы об НЛО, если смогу. Но то, чем я собираюсь заняться сегодня, это тема, которая мне действительно нравится, и я вроде как занялся ею несколько лет назад, собрав за много лет до этого много информации. А я называю это плохим поведением объектов. Так что это парапсихологическая область, и здесь есть потенциальные связи с областью психологии. Если вы думаете о паранормальных явлениях как о единой области, то это один из ее аспектов. Так что взгляните на это сегодня, послушайте это, и вы, возможно, сможете включить кое-что из того, что я вам сегодня расскажу, в свои собственные интересы и исследования. Ну что же, начнем с эвфемистической цитаты из Жака Вилли. Всякий раз, когда возникает стечение необычных обстоятельств. Человеческому разуму свойственно анализировать их до тех пор, пока на каком-то уровне не возникнет рациональная закономерность. Итак, вот та прекрасная книга измерения, которую многие из вас читали. И я подумал, что мне нравится эта цитата, потому что у меня сложились необычные обстоятельства, и я хотел бы знать, в чем причина этого. И все дело в том, что эти вещи, называемые объектами, плохо себя ведут. О, на самом деле я могу это сделать, не так ли? Подожди, извини, поехали. Так какие же объекты ведут себя плохо, и в чем заключаются необычные обстоятельства? Ну что же, у меня есть много историй, и вот первая из них. Она от Кейт, а это была написана в далеком 2008 году, это не ее настоящее имя. Итак, Кейт была человеком, который жил один, и у нее была довольно престижная работа в столице, и однажды вечером она пришла домой с работы и жила в чем-то вроде одноэтажного дома. Но это было похоже на дуплексы или что-то в этом роде. Итак, она приехала туда на машине, достала из машины свои вещи, подошла к парадной двери, она, конечно, живет одна. Вставила свои ключи в замок входной двери, чтобы открыть ее. Она услышала телефонный звонок, поэтому открыла дверь, зашла в свой дом, сняла трубку, вернулась, а ключей нет. Это не очень захватывающе, не так ли? Но такова пока история Кейт. Так что, по-моему, это, возможно, объект, который плохо себя ведет. У нее есть связка ключей от машины, которые пропали при, как она считает, необычных обстоятельствах. Вот и вся история Кейт. Я никогда ими не пользуюсь. Я больше не читаю много лекций, потому что в университете теперь все доступно онлайн, так что я еще не читал ни одной лекции. На самом деле, я даже не выступал с докладами уже пару лет, так что я снова немного новичок в этом, но я всегда возвращался к своему компьютеру и всегда нажимал на кнопку. Так что я должен помнить, что у меня есть это. Хорошо, вот моя вторая история Марка, датированная 2010 годом. Теперь история Марка заключалась в том, что однажды вечером он со своей невестой сидел в гостиной и смотрел телевизор. Его жених вышел приготовить какие-нибудь закуски или что-то в этом роде, и он положил свой. Переключил канал, потому что ему не понравилось то, что он смотрел, по-видимому, это была его история. Поэтому он быстро переключил каналы на пульте дистанционного управления с помощью пульта дистанционного управления, пока его жених не вернулся и не понял. Он положил пульт дистанционного управления на землю, так будет лучше видно. Он положил пульт дистанционного управления рядом с собой на диван. Его жених вернулся, ему сделали выговор, поэтому он снова пошел за пультом дистанционного управления, а пульта дистанционного управления там нет. Он встал, огляделся и никак не мог его найти. Так что это еще одна потенциальная история о том, что какой-то предмет плохо себя ведет и исчез при необычных обстоятельствах. Итак, у нас есть две истории, одна от Кейт и одна от Марка. Повторяю это снова. Думаю, с этого момента мне просто придется делать это. Хорошо, эти истории всего лишь выражения, и некоторые из вас, возможно, слышали об этом, потому что они немного представлены в интернете. Это феномен исчезающего объекта или сокращенно DOP. Еще одним термином, придуманным Мэри Роуз Баррингтон в 90-е годы, был Джоттлс, как раз одна из таких вещей. Так что я, конечно, не открыл для себя эту тему, я просто как бы углубился в нее. Это всего лишь одна из тех вещей, потому что это всего лишь одна из тех вещей. И проблема с этой областью, как областью парапсихологических исследований, и причина, по которой она на самом деле до сих пор не получила развития, заключается в том, что она такая обыденная и не очень захватывающая. Я имею в виду то, о чем вы говорили ранее в мире уфологии, и я смотрел туда с кругами на полях и другими вещами. Я имею в виду, что это действительно довольно сексуально, не так ли? Это интересно. Но на самом деле это не так уж и интересно. Это немного скучновато. Мне кажется, что это немного скучновато. Вот почему это называется просто одной из тех вещей, потому что именно так думает большинство людей. О, это просто одна из тех вещей. Мои пульты дистанционного управления исчезли. Это просто одна из тех вещей. У меня пропали ключи от машины с входной двери. О, это просто одна из тех вещей. Тем не менее, это стоит изучить, и я объясню, почему через минуту. Но для меня самое расплывчатое определение таково, это какой-то неодушевленный предмет, который, как считается, вел себя отвратительно, аномально или необычно. Я бы сказал, неодушевленный предмет. В этом нет никаких сомнений, и вы знаете истории, в которых люди пропадают без вести и исчезают. Сегодня я не занимаюсь этим так часто, я просто рассматриваю более обыденные предметы домашнего обихода, которые пропадают в этом отношении. Вот и все мое маленькое расплывчатое определение записной книжки. Хорошо, вот и у меня появилась идея. Я подумал, о, по-моему, в этом есть какая-то книга. И мой издатель спросил, у тебя есть какие-нибудь книги? Я подумал, о, мне пришла в голову одна идея. А они ответили, о нет, ты же не знаешь, что я публикую подобные вещи. А потом они сели за стол где-то в Америке, и они вернулись ко мне и сказали, о да, нам очень нравится эта идея, потому что это случалось со многими из них, вы видите. Так что я думаю, это помогло. Так что у меня появилась оригинальная идея на тему об обычных объектах, которые, кажется, ведут себя необычным образом. И я как бы нарисовал это и подумал, что это выглядит довольно интересно. У тебя есть ключи, пульты дистанционного управления, яблоки, ожерелья, наушники, обувь и тому подобное. Вещи, которые просто плохо себя ведут. Предметы, которые плохо себя ведут или ведут себя странно. Как оказалось, я становлюсь ближе, не так ли? Как оказалось, это настоящая обложка и название книги. Так что они дали мне то, что, по-моему, не так хорошо, как я думал, но это все. Значит, это опубликованная книга. Так что мне действительно удалось опубликовать эту книгу, и это было довольно утомительное занятие. Итак, сегодняшняя беседа, это по сути немного о содержании книги, плюс небольшое дополнительное исследование, которое я провел с тех пор, как книга была опубликована. Что отчасти сужает круг вопросов, которые меня беспокоили. И действительно, сегодня, наверное, последний раз, когда я говорю об этом, потому что за последние несколько лет я провел пару бесед по этому вопросу, но я немного отшельник. Я не склонен часто выступать с речами только потому, что у меня есть другие дела, связанные с очень напряженной жизнью вне моей работы, так что я не склонен часто выходить на улицу. И я не возражал против возможности сделать это сегодня, потому что думал, что наконец-то закончил с этим участком. Я вообще не могу двигаться дальше в этом направлении. Итак, это будет предпоследнее выступление на эту тему, и я думаю, что перейду к чему-то другому, потому что у меня есть кое-какие планы на будущее. Но надеюсь, сегодня я смогу дать тебе представление о том, что это такое, о некоторых исследованиях, которые я провел по этому поводу, и, возможно, о некоторых потенциальных интересных решениях в конце. Сделай это снова. Хорошо. С чего бы тебе начать книгу на эту тему? Хорошо, так в чем же заключается философия, лежащая в основе такой книги? Это мой первый вопрос. Вот и все, я не смог устоять. Я добавил к нему немного об НЛО, потому что знал, что обращаюсь к небольшой аудитории, интересующейся НЛО. Так что это цитата из Хайникса. Итак, Хайникс цитирует из своей книги 1972 года. Я думаю, что опыт с НЛО — это мой дом где-то на книжной полке. В любом случае, я просмотрел это некоторое время назад и понял, что у него была примерно такая же проблема в 70-х, когда он писал свои книги об НЛО и одна из цитат. Я не собираюсь приводить вам много цитат сегодня, но я подумал, что начну с нескольких. Одна из них написана Хайником, и в ней говорится о книгах об НЛО, а не знакомят читателя с одной историей об НЛО за другой, каждая из которых более захватывающая, чем другая. Но документированию оценки уделяется мало места. Каковы были все обстоятельства, сопутствовавшие описанному событию? Поэтому я выделил эти два пункта в качестве документации оценки, потому что подумал, да, может быть мне стоит просто начать что-то делать с феноменом исчезающего объекта. Мне действительно нужно кое-что раздобыть, задокументировать этот феномен и оценить каковы доказательства, потому что никто никогда их не собирал. Так что это был хороший способ начать. Поэтому я подумал, да, у Хайника есть хорошая идея. Хорошо, смотри, у меня на слайде много формулировок для слайдов. Мне нужно по-настоящему прочесть слова, я как бы зачитаю их вслух. Но что касается этих двух цитат, то я подумал, смотри, я помещу их там, потому что думаю, что стоит объяснить, откуда я взялся в этой книге. Проблема, занимающая центральное место в трактате, заключается в том, существуют ли в значительном массиве данных об НЛО. Какие-либо действительно новые эмпирические наблюдения, требующие новой схемы объяснения. Итак, эмпирические доказательства важны именно так, как они есть с точки зрения Хайника, с помощью каких-то гайк и болтов, внеземных космических кораблей, такого рода гипотез. Получение некоторых эмпирических наблюдений, а затем сбора их, и на основе этого, возможно, придумайте какую-то схему объяснения, которая соответствует доказательствам. А также он говорит, что очень мало следует или можно было бы сказать о том, какими могут быть эти новые схемы объяснения до того. Как будет проведено тщательное изучение полученных данных. С этой точки зрения именно в этом заключается моя философия, лежащая в основе феномена исчезающего объекта. Я буду заниматься подобными вещами, чтобы получить представление о том, с чем мы имеем дело, и, возможно, разработать какую-то схему объяснения. Поэтому я придерживаюсь подхода Хайника в своей книге, и я подумал, что буду изучать предмет в очень сухой и объективной манере. И я могу провести некоторые первичные исследования по этой теме, немного похожие на стиль Хайника, чтобы изучить, что это за феномен, НЛО, извините, исчезающий объект-феномен. Хорошо, но я не мог устоять перед этим. Если бы я написал книгу на эту тему с такой философией, это было бы действительно очень скучно. Сейчас ты можешь быть в некотором роде интересной областью и немного странной, но это действительно довольно скучно. Так что ближе к концу я не смог удержаться и сказал, о, смотри, у меня здесь есть все эти доказательства, немного трудно удержаться, чтобы не съездить в город, и не придумать несколько действительно странных и замечательных способов потенциального объяснения этого. Так вот в чем состояла вторая половина моей философии. Ну, первый вариант состоял в том, чтобы собрать данные, проанализировать их очень сухим объективным научным способом, а второй, фактически поиграть с тем, что я нашел, и просто посмотреть, к чему я пришел. Хорошо, но очевидно, именно об этом все здесь думают, какой смысл писать об этом книгу, потому что это заведомо неправда. Я имею в виду, что это явная чушь. Я имею в виду историю, которую я рассказал об исчезнувших ключах Кейт и пульте дистанционного управления Марка. Я имею в виду, что вы не можете воспринимать это всерьез, как нечто парапсихологическое. Я имею в виду, что этому явно есть объяснение. Кейт только что потеряла ключи, кто-то вывел его за дверь и убежал с ним. Есть тысячи различных возможностей. Так что должно быть какое-то очевидное объяснение. Так зачем же тебе вообще понадобилось начинать эту книгу? Ну, я закончил это так, что очевидно, что это еще не все, но это достаточно справедливый вопрос. Потому что вы могли бы сказать, что люди, которые утверждают, что у них есть предметы, которые исчезли необычным образом, чрезмерно драматизируют ситуацию или они страдают от рассеянности. Они забыли, куда что-то положили, и это просто исчезло. Мы никуда не исчезали, они просто забыли, куда это положили. Может быть, у них было какое-то искажение памяти. Ты же знаешь, что мы все иногда теряем свою машину на парковке. То же самое происходит и со связкой ключей, которыми я управляю. В этом нет ничего особенного. Этому есть простые психологические объяснения, и это вполне справедливо. Именно такие вещи я и буду исследовать. Причина, по которой это, вероятно, стоит рассмотреть чуть подробнее, заключается в том, что у Кейт и Марка есть история из второй части. Что касается истории Кейт, то она выглядела следующим образом. Итак, она потеряла ключи и была раздосадована, но не совсем понимала, почему они пропали. Я имею в виду, что в доме никого не было, поэтому она предположила, что их никто не крал. Но через некоторое время это просто одна из тех вещей, и ты просто учишься с этим жить, и что ты делаешь, так это идешь и вырезаешь еще больше ключей. И это дорого, но ты должен это сделать, а потом ты забываешь, что это когда-либо было. Сейчас Кейт работала в столице, а затем переехала на заработки в другую столицу, купила дом и по-прежнему жила самостоятельно. И однажды днем она пришла домой, или однажды вечером она пришла домой с работы и открыла входную дверь, закрыла дверь, вошла в спальню, а ключи от ее машины лежат на подушке. И это те же самые ключи от машины, которые были у нее за полгода до того, как она их потеряла. Точно такие же никаких изменений. В доме никого нет. В доме никто не был. У нее только что на подушке снова появилась связка ключей от машины. Что касается Марка, то у него все было немного по-другому, потому что у него был исчезающий пульт дистанционного управления, который буквально просто исчез у него с колен. Он, конечно, обыскал всю комнату и не смог его найти, поэтому списал это на то, что это было просто немного странно. Но ты же знаешь, что в жизни есть более важные вещи, чем просто беспокойство о том, откуда взялся или куда исчез твой пульт дистанционного управления. Итак, то, что ты обычно делаешь, это просто продолжаешь в том же духе, и все идет своим чередом. Однако у него была повторяющаяся проблема, потому что в течение следующего месяца или около того, он потерял еще около двух комплектов пультов дистанционного управления при аналогичных обстоятельствах. То же самое, он положил пульт дистанционного управления, и он пропал у него под самым носом, и он дошел до того, что больше не покупал запасные пульты дистанционного управления, потому что чувствовал, что его преследуют. И снова он не совсем понимал, что с этим делать, но почему это должно быть нацелено на дистанционное управление, и ни на что другое в доме, в чем он не был уверен. И он снова рассказал мне эту историю, немного похожую на то, что вы знаете, в царстве НЛО люди наблюдают, вы знаете, у людей бывают такие виды мальчик. У тебя есть опыт, и они немного сдержаны, чтобы рассказать об этом людям. Потому что это звучит так глупо, что у тебя постоянно возникают проблемы с пропажей пульта дистанционного управления. Я думаю, дело в том, что мы имеем дело с феноменом вновь появляющегося объекта. Это явление называется не просто феноменом исчезающего объекта. Хорошо, у тебя могут быть исчезающие объекты, которые ты никогда больше не увидишь, но есть также ситуации, подобные этим двум, которые являются моими двумя любимыми историями. Которые являются вновь появляющимися объектами. Поэтому это называется феноменом исчезающего объекта. Моя книга называется «Феномен исчезающего объекта», потому что издатель хотел получить такое название. Но на самом деле это не самое подходящее название для нее. Это действительно своего рода феномен исчезающего и вновь появляющегося объекта. Хорошо. Так что это немного сложнее, чем на первый взгляд может показаться, и именно поэтому его стоит изучить немного глубже. Итак, при таких обстоятельствах, если к нему стоит отнестись более серьезно, что мы можем найти по нему из того, что было сделано. Ну что же, на самом деле ничего не было сделано. Я думаю, если обратиться к литературе, то там была опубликована одна статья. Это была даже не статья. Это было больше похоже на дискуссионную статью в малоизвестном парапсихологическом журнале в Соединенном Королевстве в начале 90-х, где у группы подобной этой был траур. И они обсуждали этот феномен, и они опубликовали небольшую статью. Расскажи об этом. Это единственная реальная вещь, которая когда-либо была опубликована по этому вопросу. Но если вы посмотрите в мейнстрим, стандартную парапсихологическую литературу, книги и журнальные статьи, датируемые сотым годами, вы заметите, что существует множество исчезающих и вновь появляющихся объектных событий, происходящих в более широком типе парапсихологического опыта. Так, например, заражение полтергейстом может быть связано с исчезновением предметов, причем не просто перемещающихся, как левитирующие кофейные чашки, но и вещей, исчезающих и вновь появляющихся в воздухе. Итак, у этого есть аспект, связанный с полтергейстом, и тогда у вас есть. Я знаю, что полтергейст и привидения взаимосвязаны, и они не являются отдельными вещами. Но вы знаете, если у вас есть ситуация с привидениями, когда вы чувствуете, что это похоже на присутствие духа, там есть активное присутствие духа. И вы знаете, что если у вас есть ситуация с привидениями, когда вы чувствуете, что это похоже на присутствие духа, там есть активное присутствие духа, и ты действительно можешь назвать, что это такое. Может быть это самка или самец, неважно, у тебя есть для этого название. В отличие от полтергейста, который является твоим шумным духом, существуют также события, которые выглядят как исчезающие и вновь появляющиеся предметы, также связанные с привидениями. Итак, у вас есть контекст, в котором о подобном явлении сообщалось ранее, но не как об отдельном явлении, и это то, на что я как бы смотрю в этом отношении. Исчезновение предметов – это самостоятельный парапсихологический феномен. Хорошо, конечно, конечно, это еще не все. Существуют не только истории об исчезающих и вновь появляющихся предметах, но и истории о яйце Мартина. А яйцо Мартина – отличный пример, один из моих лучших примеров того, что называется появляющимся объектом. Итак, вот что сделал Мартин. Однажды днем или вечером он готовил еду, ему понадобилось яйцо, и он пошел к холодильнику. На этот раз он действительно живет с людьми. Как я расскажу тебе позже, подобное явление часто случается с одинокими людьми, но Мартин в то время жил с несколькими людьми, и он подошел к холодильнику, открыл коробку из-под яиц. И, конечно же, там ничего не было, потому что люди использовали все яйца, и Оня еще не заменил их. Он был немного раздражен, так что ему пришлось пойти и поискать другой рецепт, в котором не использовалось бы яйцо. Теперь он ушел и начал искать ингредиенты для нового рецепта. Он обернулся и увидел, что в контейнере для яиц лежит яйцо. Так что он снова был непреклонен в том, что это было законное мероприятие, и я не собираюсь подвергать это сомнению в то время, но это достаточно справедливо. Он сказал, что там есть яйцо, которое появилось из ниоткуда и появилось в его коробке из-под яиц. Так что в таком случае у тебя есть появляющийся предмет, нечто, что ему не принадлежало и появилось из ниоткуда. Таким образом, это отличается от исчезающего объекта и отличается от вновь появляющегося объекта. Это появляющийся объект. Так что это все равно, что спуститься в кроличью нору. Чем больше ты вглядываешься в окружающую местность, тем сложнее она становится. Подожди-ка, это еще не все. Вот и истории Деборы. Это моя четвертая история. Это история Деборы. Она была такой, она поехала в библиотеку на автобусе, взяла несколько библиотечных книг и положила их в сумку, и она точно знала, какие библиотечные книги она позаимствовала. Она была очень, очень уверена в этом. Она запрыгнула обратно в автобус, открыла свою сумку, чтобы взглянуть на книги и посмотреть, какую из них она прочитала первой, и одна из книг, которые она одолжила. Теперь была заменена другой книгой, и она знала, что не одолжила эту книгу. Вот пример замененного объекта. Итак, ситуация, когда предмет, который, как вы уверены, находится у вас вот здесь, вы поворачиваетесь спиной, например, оглядываетесь назад и видите, что это другой объект. Это совсем не то, с чего ты изначально начинал. Так что это еще одна возможность, замененный объект. Итак, теперь у нас есть появляющиеся объекты, исчезающие объекты, появляющиеся объекты и замененные объекты. Так что в конце концов, это сложное явление. Теперь я, как я уже говорил, не являюсь создателем этой области. В прошлом я немного теоретизировал. Так что в 90-е годы у нас был небольшой рывок, и с тех пор ничего не изменилось. А также типология Баррингтон, и именно она действительно написала об этом немного, не слишком много, но все же немного. И она пришла к шести вариантам того, как вы это объясняете. Как бы вы описали это явление? Не объясняя этого, извините, как бы вы это описали? У вас могут быть перелеты, в которых вещи исчезают навсегда. У вас могут быть перелеты, в которых вещи просто появляются, как появляющийся объект из ниоткуда. Неожиданная удача — это когда появляется что-то, чем вы не владеете. Возвращение — это то, что возвращается к тебе, то, чем ты владеешь. Прогулка — это когда что-то возвращается к тебе, но не в том же месте, где ты это изначально оставил. А обмен — это что-то вроде замены, когда что-то, что у тебя есть, было обменено на что-то другое. Теперь я взял эту типологию и просмотрел все случаи, которые у меня были, и я никак не мог ее изменить. Я ничего не мог добавить к этому или убрать из этого. Хотя вместо этого я сделал вот это. Я немного упростил это. Поэтому я подумал, что если я собираюсь использовать подход с высокой шеей, и попытаюсь изучить это очень, очень рационально и эмпирически, то я буду использовать четыре термина. И я уже использовал их, так что вы с ними знакомы. Исчезающие объекты, появляющиеся объекты, вновь появляющиеся объекты и заменяемые объекты. И они включают в себя все эти выражения Баррингтона. Так что, например, вновь появляющийся объект — это возвращение и переход. Итак, ты кладешь свой объект вот так, поворачиваешься спиной и смотришь, что он исчез. А затем, немного погодя, он либо появляется точно там, где ты его оставил, что было бы возвращением, либо ты находишь его в другой комнате, где он находится на прогулке. Но эти четыре, я думаю, эти четыре основных заголовка — это то, на что я действительно смотрю. Так что сейчас самое время начать путешествие. Так что же нам там делать? Ну что же я должен, следуя логическому подходу, определить, что мы ищем, собрать данные и оценить их. И прежде чем я смогу это сделать, я должен подумать о том, что мы ищем. Нет особого смысла собирать большое количество данных, если у тебя на самом деле нет какой-то структуры для их сбора. Итак, во-первых, как называется объект. И к тому же есть способы упростить процесс. Так, например, при чрезвычайных обстоятельствах пропадает USB-микрофон. Ну, может быть, нам следует назвать это компьютерным аксессуаром, потому что в него могут входить такие вещи, как мыши, коврики для мыши и тому подобное. Так что, может быть, проще иметь дело не с отдельными названиями, а с какой-то категорией. Итак, первое, что мы делаем, это классифицируем наши данные, которые мы собираем. Значимость объектов тоже очень важна, потому что вы подумайте об этом, насколько важны эти объекты. Если бы пропало много вещей, например, если бы это был исчезающий предмет, и они действительно очень дорогие, как кольца с бриллиантами. Где вы могли бы заподозрить, что люди их крадут? Так что это вполне справедливо. Мы не знаем наверняка, потому что никто никогда не проводил такого исследования. Так что это очень важно, значимость объекта. А также местоположение. Это действительно произошло, и у меня есть несколько вариантов действий. Это было точное или неточное местоположение. Другими словами, ты помнишь, как положил свой предмет вот так? Ты знал, куда его положил, и он пропал. Или у тебя была такая штука, где я оставил свой бумажник где-то в доме, я не совсем понимаю, это немного не точно. Видишь ли, при таких обстоятельствах история не такая сильная, она не такая интересная или впечатляющая, как если бы это было точное место, где ты ее оставил. Кроме того, это могут быть знакомые или незнакомые ситуации, или места, где ты это делал. Другими словами, ты знаешь, что это знакомый дом, ты потерял свой бумажник у себя дома, или ты потерял его на скамейке в парке. В таком случае, это, вероятно, не так впечатляюще, как потерять его в доме, если ты понимаешь, что я имею в виду. Поэтому знание всей этой информации очень важно при сборе данных, потому что, если мы обнаружим, что очень дорогие предметы пропадают в основном в незнакомых местах, тогда вы не подумаете, что в этом явлении есть что-то особенное. Скорее всего, это из-за того, что у тебя крадут или забирают вещи, когда ты не смотришь. Хорошо, не беспокойся об этом слайде. Даже не смотри на него. Он настолько сложный, что даже у меня иногда возникают проблемы с ним. Я просто пытаюсь понять, что мы также должны думать о задержках во времени. Поэтому, когда мы спрашиваем людей об их опыте общения с этим явлением, какого рода временные задержки или периоды времени мы здесь рассматриваем. Так, например, вы кладете свое устройство вот сюда, а затем поворачиваетесь спиной, и снова оглядываетесь назад, оно исчезает. И на это ушло примерно 2 секунды. Это довольно впечатляюще. Если бы я записал это и ушел на 24 часа, а потом вернулся, а оно исчезло, и я сказал бы, «О, это было необычное исчезновение». В этом должно быть что-то про психологическое или про нормальное. Ну, вы могли бы сказать, сколько прошло 24 часа. В комнате были люди. Вы уверены? Так что вы можете видеть, насколько важна временная задержка, иначе нам нужно собрать такого рода информацию, и это становится действительно очень сложным делом. Итак, когда у вас есть, например, здесь внизу вновь появляющийся объект, у вас есть такие данные, как задержка последнего просмотра и задержка потери, как долго он был потерян. Когда он снова появился, сколько времени прошло с тех пор, как вы были в том месте, где он снова появился, и так далее. Повторяю, я не слишком беспокоюсь о том, чтобы показать это так, как ты смотришь на это и понимаешь. Вопрос скорее в том, насколько впечатляюще это выглядит. Это действительно сложно. Но эта информация была собрана в надежде получить хоть какое-то представление о том, что происходит с этим феноменом. И мы должны собрать еще больше информации. Например, о размере объекта. Какого размера пропадают вещи? Я имею в виду, что если это крошечные предметы, такие как булавки и иголки, то потерять их совсем нетрудно, в отличие от того, чтобы быть слоном. Поэтому размер предмета очень важен. Интересно посмотреть на пол и рот занятий людей, которые страдают от этого. Так что, возможно, в этом и есть какой-то феномен. Наверное, слово «страдание» не самое подходящее. Может быть, жертвы испытывают что-то, что угодно, а не что-то испытывают. Поэтому важен их возраст, история дела. Я имею в виду, ты же знаешь, что мы имеем дело с вещами, которые произошли вчера, или с вещами, о которых мне рассказывают люди, которые произошли 30 лет назад. Возможно, здесь замешано какое-то искажение памяти. Есть ли у них свидетели? Есть ли у нескольких людей подобный опыт одновременно, или это происходит только с одним человеком? Повторители и рецидивы. Ну что же, в этом есть какой-то аспект НЛО, не так ли? Повторители. Да, неужели это случается с людьми снова и снова? В том примере с марком и пультом дистанционного управления, он казался ретранслятором. В то время как Кейт им не была. Поэтому нам нужно собрать эту информацию, потому что она может оказаться полезной. И еще одно, это ее осмысленность и даже ощущение присутствия. Когда это происходило, чувствовали ли люди, что в комнате кто-то невидимо смотрит на них и смеется над ними, когда это происходит? Насколько это было осмысленно? Когда что-то появляется, часто кажется, что я только что был на похоронах двоюродной бабушки Гертруды, и я прихожу. А там на полу лежит брошь двоюродной бабушки Гертруды, которая не должно быть в моем доме. Это потому, что она прощается и вот тебе подарок для меня. Что-то в этом роде. Так что же, важно придать событию осмысленность или оно совершенно бессмысленно? То, как пропали ключи Кейт, а потом вернулись обратно, это очень важно. Это казалось бессмысленным, но в этом была какая-то цель. Так что я тоже заинтересован в том, чтобы найти эту информацию. Ну вот и результаты. Итак, за длительный период времени я собрал много-много историй. И опять же, у меня здесь много таблиц, и я действительно просто пытаюсь показать тебе, что ты можешь проводить исследования в парапсихологической области, и делать это правильно. И получать от этого интересные результаты. Так что я в некотором роде сочетаю стандартные методы исследования с парапсихологическим привкусом. И у меня получилось 385 историй, на изучение которых ушло много времени, и они были хорошими. Так что я избавился от всех тех, которые, по моему мнению, были плохими. В них было даже немного неловкости, и я просто получил стандартные хорошие сильные повествования. И самое интересное, что 50%, и именно поэтому 5 нулей красным выделены жирным шрифтом, 50% это повторное появление. И это интересно, потому что, если бы это был просто феномен, исчезновение объекта и вещи просто потерялись. Тогда вы могли бы подумать, что исчезновения были бы преобладающими, но это не так. Вновь появляющиеся объекты встречаются в половине случаев из тех 385, что было интересным открытием. И когда дело доходит до значимости, я перешел от высокого, среднего, низкого уровня к нулевому значению, а затем к объектам, которые не являются собственностью. Которые, как они надеются, будут иметь свою собственную категорию. Суть в том, что чем-то очень важным могло бы быть обручальное кольцо или семейное реликвия. Чем-то незначительным могло бы быть что-то вроде, я не знаю, резиновой перчатки или спички. Средняя значимость составила 49%. Итак, это те предметы, которых нам не хватает, и это вещи, которые, послушай, ты не хочешь потерять, но или ты не хочешь, чтобы с ними происходили странные вещи. Но если они действительно пропали, то это еще не конец света. Я предполагаю, что ваши ключи от машины и кошельки, я имею в виду, не представляют большой ценности, если вы расстроитесь, если потеряете их, но вы будете раздражены из-за них. И это, как правило, то, что является преобладающим типом пропадающих предметов. Это такой стиль вещей. Если бы это было много ценных предметов, вот тут-то ты и начал бы подозревать, что, возможно, вещи были украдены, если у тебя есть такая склонность. Но вероятность того, что они были украдены, составляет всего 8%. Так что это просто обыденное, раздражающее явление, которое определенным образом воздействует на определенных людей. Так что это были довольно интересные находки. А теперь вот еще одно интересное открытие. Сходство между тем, что исчезает, и тем, что появляется, и это разные случаи. Итак, в первой ячейке показаны типы предметов, которые плохо себя ведут при исчезновениях. А именно такие вещи, как еда, украшения, одежда и предметы домашнего обихода, в таком порядке. Посуда идет на пятом месте. Что касается появляющихся предметов, то это также продукты питания, украшения, одежда и предметы домашнего обихода, а деньги идут на пятом месте. Так что между этими видами предметов есть интересное сходство. Так вот, у меня просто есть немного неизвестного в самом правом нижнем углу. Деньги действительно представляют интерес для появляющихся объектов. Это то, что немного выделяется на фоне этого явления, когда вы его исследуете, но когда появляются эти объекты, часто это то, что вам все равно принадлежит. И оно просто появилось в действительно странном месте. Как будто яблоко появилось на столе, где пять минут назад ничего не было, и ты единственный в доме. Я имею в виду, что это может быть примером появляющегося пищевого объекта, и вы владеете яблоком, потому что оно лежало на подносе с яблоками. Деньги это совсем другое дело. Деньги это монеты, отдельные монеты, которые появляются из ниоткуда, и это единственный пример, когда люди действительно видят, как это происходит. Все это происходит тогда, когда ты на это не смотришь. Ты не визуализируешь это. Но по какой-то причине существует достаточная история о деньгах, которые просто появляются в воздухе и падают на пол, монета и гремит по полу, чтобы сделать это достаточно интересным. Значит, в девяти процентах этих случаев речь шла о деньгах. Тебе вовсе не обязательно видеть это на самом деле, скорее всего, ты это услышишь. Итак, ты находишься в комнате один, повернешься спиной, и услышишь этот стук по полу или скрежет по полу. Ты оглядываешься вокруг, а там монета летит вот так и приземляется. И в этой монете нет ничего особенного. Она не похожа на монету из какого-нибудь известного тебе золотого дубло на времен 16-й Испанской Инквизиции, Испанской истории и всего остального мира. Ничего такого захватывающего в этом нет. Это просто деньги, которые ты обычно используешь в своем кошельке, и они не старые, не новые, это просто деньги. Итак, монеты, 50-центовая монета, 20-центовая монета, что-то в этом роде. Так что это интересный аспект. Но общая картина здесь такова, что виды вещей, которые исчезают, это те же виды вещей, которые появляются, о которых мне нужно сказать немного больше дальше. В отличие от повторных появлений, вещи, которые снова появляются, снова становятся другими объектами. Так что ключи, украшения, детали компьютера, пульты дистанционного управления телевизором и еда, это наиболее часто появляющиеся предметы. И это как бы позволяет мне высказать первое предположение о том, что возможно чье-то исчезновение, это появление кого-то другого, если это бесхозный предмет. Итак, если я вернусь к последнему, например, если драгоценности пропадут из вашего комода, и вы никогда их больше не увидите. Вот здесь на комоде у кого-то появятся украшения, которые ему не принадлежат. Теперь более вероятно, что он будет принадлежать им, но в коллекции достаточно случаев, когда появлялись бесхозные предметы. Так что ты всегда можешь отбросить ту возможность, что кто-то что-то потерял в эфире, и это снова появилось, или появилось у кого-то другого, как неожиданная удача. И это то, о чем потенциально свидетельствуют данные, так что интересно взглянуть на это с этой точки зрения. Но суть в том, что здесь снова появляются совершенно разные объекты, которые пропадают и снова появляются. Так, каким же выводом я могу прийти? Ну, я имею в виду, что могу просто продолжать в том же духе часами и погрузить всех в полный сон. Но я забегу вперед и скажу. Хорошо, я изучил эти данные очень внимательно и глубоко, и мне потребовалось много времени, чтобы прийти к какому-то завершению. Потому что данные действительно запутанные. В этом нет ничего чистого и милого. Но я нашел две переменные, которые, по-видимому, имеют к этому разумное отношение. Первое место — это взаимодействие. Хорошо, а второе — это намерение. Так что в отношении исчезновения я пришел к выводу, что взаимодействие кажется достаточно важным. Когда я говорю взаимодействие, вы на самом деле прикасались к объекту относительно недавно до того, как он пропал. Итак, вы прикоснулись к нему, допустим, в данном случае у вас в руке было яблоко, и вы просто прикоснулись к нему, положили его на землю, и оно пропало. Хорошо. Хорошо. Если подумать и об исчезновениях, то они, как правило, происходят так, как я называю, непреднамеренно. Так что в объекте не было ничего особенного, не было ничего особенного в обстоятельствах, не было никакого ощущения присутствия, осмысленности или чего-то в этом роде. Это просто казалось бессмысленным. Что-то пропало, ты просто прикоснулся к этому и больше никогда этого не видел. И это казалось не очень-то важным или целеустремленным, так сказать. Так что это две переменные, взаимодействие и намерение, а для исчезновения взаимодействие важно, и оно не является преднамеренным. Что касается появления, то никакого взаимодействия вообще не было, потому что они появились из ниоткуда, и ты не прикасался к ним, потому что они появились. С другой стороны, не имеет значения, принадлежит ли это предмету или нет, другими словами, это то, чем вы владеете, и оно должно быть в шкафу. А теперь оно появилось у ваших ног там, где его не должно быть, это принадлежащий предмет. Бесхозная монета, это монета, о которой ты никогда не знал, или какое-нибудь странное ювелирное изделие, которое просто появилось там, где его быть не должно. Похоже, в этом есть какой-то замысел. Поэтому, когда такое случается с кем-то, он уходит, значит в этом была какая-то цель, это послание или что-то в этом роде. Так что для видимости у нас нет взаимодействия, а есть намерение. И это интересное открытие. Я выкладываю его на всеобщее обозрение, потому что это не совсем точное открытие, но это то, что я вроде как выкопал из данных, и оно кажется вполне релевантным. Когда дело доходит до повторных появлений, я пришел к двум выводам. У тебя либо быстрая потеря, либо быстрое возвращение, либо переезд, который происходит немного медленнее. Так что, как правило, происходит вот что. Возвращение — это когда ты кладешь свой предмет на землю, поворачиваешься спиной, и он возвращается на то же место, где ты видел его в последний раз, но его там какое-то время не было. Так что ты действительно думал, что он исчез. Они интерактивные и непреднамеренные. Итак, ты кладешь что-то на стол, поворачиваешься спиной, смотришь, оно исчезает, а потом ты снова поворачиваешься спиной, оно появляется снова. И кажется, что оно делает это не с какой-то определенной целью. С другой стороны, перемещение — это когда ты кладешь предмет на землю, и он исчезает, но когда он возвращается, то оказывается в каком-то другом месте. Что, по-видимому, приводит к меньшему взаимодействию, потому что менее вероятно, что человек просто положил его на землю. Они могли бы убрать его полчаса назад или час назад, но когда оно появляется снова, оно появляется таким образом, что человеку кажется, «О, посмотри на меня, я вернулся, тебе теперь страшно?» или что-то в этом роде. Так что, похоже, в этом есть какой-то замысел. Хотя, когда дело доходит до невзаимодействия, на самом деле невозможно узнать, не исчезло ли это сразу же, если вы что-то положили. Даже если вы ходили по дому в течение шести часов, прежде чем поняли, что это пропало. На самом деле мы не знаем, когда это произошло. Хотя, похоже, между возвращением и переездом действительно есть небольшая разница. Особенно в том, что это происходит очень быстро, возвращение и переезд занимают немного больше времени, и, похоже, в этом есть какое-то намерение. Наконец-то появились замены. Эта история о книге Деборы «Большая редкость». Я имею в виду, что действительно трудно найти хорошую замену истории, и по этой причине я как бы отмахиваюсь от них, как от чего-то такого, с чем я не могу толком разобраться. Это здорово, о них интересно послушать, это забавные истории, но я не буду вдаваться в них слишком подробно, потому что у меня их так мало. Но они кажутся интерактивными и намеренными, так что вы прикоснулись к объекту, и, похоже, у вас есть намерение что-то изменить. По крайней мере, сам страдалец, судя по его опыту, предполагает, что в этом была какая-то цель. Хорошо, и так, что мне нужно сделать? Это просто убедить тебя в том, что как психолог в университетской среде, я рассмотрел все возможные психологические причины, по которым это может произойти. Так что я действительно прошел через это шаг за шагом. Доверяю ли я своей коллекции? Да, доверяю. А теперь окей, все 385 человек могут лгать мне и здорово хихикать вместе, если они потенциально знают друг друга, чего они не делают. Но они могли бы хорошо хихикать и говорить, «Ой, я надену свифти на Тони, он действительно верит в эти вещи». Нет, это похоже на все, что угодно, когда дело доходит до истории. Я имею в виду, вы знаете из области уфологии или истории о привидениях или чего-то еще. Вы знаете, что есть момент, когда вы достаточно убеждены в законности ваших данных, чтобы сказать, «Послушай, знаешь, что я думаю, эти люди, по крайней мере, они верят в то, что они мне говорят, они не делают этого». Вставай. Были ли эти предметы утеряны или украдены? Судя по имеющимся данным, это не так. Судя по всем историям, которые я просмотрел, нет никаких указаний на то, что существует постоянная ситуация, когда люди теряют свои вещи или у них их крадут из-за того, что в этом замешан какой-то другой человек. Это совсем не так. Я изучал исторические воспоминания, идеи о том, что вы знаете, как если бы это произошло давным-давно. Есть всевозможные причудливые психологические термины, такие как джамбо-джинго, которые можно использовать, например, переходные процессы и телескопирование, чтобы попытаться описать, как воспоминания людей меняются в течение очень длительного периода времени. Но эти истории совсем не старые. Обычно они появляются в течение последних двух месяцев. Когда я получаю их, они совсем свежие. Не все из них, но большинство из них, так что я не совсем уверен, что здесь замешаны исторические воспоминания. У нас есть недавние воспоминания, так что они должны быть довольно хорошими, довольно сильными. Я также рассматривал другие возможности совершения ошибок, такие как внушаемость, иллюзорные корреляции, предвзятость подтверждения и все подобные психологические крылатые фразы. Я не был убежден, что они могут каким-либо образом помочь объяснить или рационализировать эти переживания. У меня такая же слепота к восприятию. Вот и все, я потрачу немного времени на этот вопрос, потому что он хороший. Если бы я сказал кому-нибудь, что произошло именно так, например, что я столкнулся с исчезающим объектом, они бы сказали, о, ты просто страдаешь слепотой восприятия. Что ты под этим подразумеваешь? О, ты же знаешь, когда ты идешь на парковку, паркуешь свою машину и возвращаешься, ты не можешь ее найти. Ты смотришь прямо на свою машину, а потом думаешь, о, вот и она. По какой-то причине ты просто не мог ее разглядеть, и именно это происходит с феноменом исчезающего объекта. Ну хорошо, а что такое слепота восприятия? В литературе это называется слепотой по невниманию. И все, что это такое, это пара исследований, в которых люди садятся в экспериментальную обстановку, и им говорят выполнить что-то действительно сложное, например, математическую задачу. И вот что ты делаешь. Ты заставляешь кого-то, одетого в костюм гориллы, пройти мимо этого места боковым зрением. И в 25% случаев он не увидит человека, одетого в костюм гориллы, потому что он так поглощен тем, что делает. Ну в 75% случаев они так и делают, это первое, что нужно сделать. Во-вторых, как это относится к исчезающим объектам. Ведь все дело в том, что ты настолько поглощен какой-то задачей, что не видишь того, что тебя окружает. Когда люди теряют что-то, а ты знаешь каково это, когда ты что-то теряешь, ты фактически тратишь все свое внимание на то, чтобы это найти. И ты отбрасываешь все остальное и говоришь, я должен найти эту вещь. Где она, где она? Так что это совсем не та ситуация, с которой мы имеем дело. Так что ты не можешь использовать это простое объяснение невнимательности и слепоты и отбросить его, сказав, что так оно и есть, потому что это не то, с чем мы имеем дело. И в этом одна из проблем, связанных с подобными психологическими объяснениями. Они используются неуместно. Они звучат впечатляюще, но вам действительно нужно знать, в чем они заключаются, чтобы понять, что на самом деле они не так хороши, как вы думаете. Я тоже рассматривал все состояния сознания, такие вещи, как концепция галлюцинации, которая на самом деле является всего лишь описанием. Это не так, это ничего не объясняет. Так что на самом деле это не работает. Я даже изучал методы самовнушения. Так что я рассмотрел множество возможностей и не был по-настоящему удовлетворен. Я тебе кое-что покажу, и это новое исследование. Я никогда раньше этого не представлял, и это, как я уже сказал, как бы завершает мою тему, потому что я думаю, что наконец-то закончил ее. Это все, на что я способен. Но есть и другие причины, по которым вы можете обвинить феномен исчезающего объекта, и это могут быть такие вещи, как рассеянность или ранее существовавшие убеждения. Ты знаешь, что если ты во что-то веришь, если ты веришь в это явление, то это будет происходить с тобой чаще из-за такого рода систем верований. И я подумал, хорошо, может быть я действительно смогу провести какое-нибудь правильное перевернутое общее исследование по этому поводу. Действительно провести некоторое психологическое исследование так, как это делают психологи в университетах, чтобы понять, является ли это законным утверждением. И еще одна краткая заметка об исследованиях паранормальных явлений. Об исследованиях вы знаете точно так же, как я только что рассказывал о своих исследованиях. Вы собираете данные. Точно так же, как в уфологии, или в призраках, или в чем-то еще. Вы собираете истории о переживаниях людей. Просматриваете эти истории, получаете детали, и возможно устанавливаете какие-то связи и корреляции между ними. Именно такой вид исследований и называется исследованием паранормальных явлений. В университетских условиях нет такого понятия, как исследование паранормальных явлений. Существуют парапсихологические исследования, которые восходят ко временам университета Дьюка в Рейне и других, но вы знаете в поисках таких вещей, как экстрасенсорное восприятие, и доказательств тому подобного. На самом деле, это уже не так часто проводится только потому, что это что-то вроде карьерного самоубийства. Так что если ты... Ты знаешь, я знаю несколько случаев, когда твои знакомые люди действительно проводят такого рода исследования, изучая нюансы парапсихологии. И могут ли они добавить еще какие-либо переменные к тому, почему у людей возникают телепатические переживания или что-то в этом роде. Если ты будешь делать это в университетской среде, это может быть опасно. Потому что если кто-то из представителей общественности пожалуется или заведующий кафедрой решит, что им больше не нравится, когда ты этим занимаешься, ты можешь сильно осложнить себе жизнь. Поэтому мой вид исследований — это трусливые исследования, которые в значительной степени изучают людей, которые сообщают о своих убеждениях и переживаниях. Сообщают о переживаниях, связанных с паранормальными явлениями, и имеют убеждения в паранормальных явлениях, а также изучают психологические черты, связанные с этими людьми. Именно в этом и заключается суть исследований паранормальных явлений в психологии. Именно такого рода исследования и проводятся. Это очень безопасное исследование, но обычно его проводят люди, не имеющие никакого опыта в области паранормальных явлений. Так что они просто придут и уйдут, сказав, что паранормальные явления это чушь собачья. Поэтому я посмотрю на людей, которые верят в паранормальные явления, и покажу все эти проблемы, которые у них есть. Я дам им анкету, они скажут мне, насколько сильно они в это верят, а затем я проверю их по этим другим вещам. И очень убедительно покажу, что у этих людей есть какие-то психологические проблемы. Ты смотришь на исследования, которые проводят эти люди, и видишь, что корреляции в любом случае не очень сильны, но это похоже на статистику, которая имеет большое значение. И на самом деле не стоит прыгать от радости, но они скажут, о, мы это доказали. А люди, которые занимаются этим исследованием, в первую очередь не имеют никакого опыта в этой области. И я провожу такого рода исследования, но я делаю это таким образом, чтобы, как я надеюсь, добиться большего, как бы отодвинуть их на задний план. Так что я буду как бы отбиваться с помощью такого же рода исследований. В любом случае, вот что я сделал быстро, очень быстро, это было еще в 2015 году, я создал опрос об опыте. Просто чтобы получить некоторые идеи об историях, которые люди рассказывают об исчезающих объектах, и если вы заполните опрос, и у вас действительно был законный опыт, тогда они называются опытом, эти люди. С другой стороны, если у вас есть люди, у которых не было подобного опыта, опыта в стиле исчезающих объектов, вы не можете просто сказать большое спасибо и уйти. Потому что, конечно же, все захотят уйти. Так что да, им придется придумать какую-нибудь историю. А вот и мы, уфологи. Элвин Лоусон, ты знаком с гипотезой похищений, основанной на воспоминаниях рождения. Ну что же, он проводил подобные исследования вместе с Уильямом Макколом еще в 70-х годах, и мне это нравится. Мне действительно нравятся воображаемые истории, потому что вы можете сравнить реальные истории с воображаемыми историями и посмотреть на различия между ними. Поэтому я немного позаимствовал стиль исследования Элвина Лоусона и привнес его в такого рода исследования. Таким образом, я могу идентифицировать людей, у которых действительно был опыт, и людей, которые притворяются, что у них он был, и посмотреть на их истории. И снова я приведу здесь немного статистики. Тебе не обязательно на нее смотреть. Я просто хочу подчеркнуть, что на самом деле людей очень много. Поначалу в моих ранних исследованиях я почему-то думал, что это примерно один из десяти. Но судя по исследованиям, которые я провожу, это 50 на 50. Итак, из 80 человек, которых я знаю, около 40 утверждали, что у них был реальный законный опыт в стиле исчезающих объектов, и 50 из этих 40 человек. 50% вы думали это? Это было так интересно, что я подумал, о, это нечто большее, чем я думал. Очень разные истории, так что если это так, если у тебя был реальный опыт, то это будет отличаться от того, что ты выдумываешь, что тоже интересно, потому что я думаю. Хорошо, если это было так интересно, что я подумал, о, это нечто большее, чем я думал, мальчик. Ты придумываешь историю об исчезающем объекте, и это будет исчезающий объект, прежде всего потому, что легко представить, как что-то исчезает и когда-нибудь возвращается. Если у тебя был реальный опыт, есть шанс, что это нечто более сложное, это похоже на вновь появляющийся объект. Так что между реальными историями и выдуманными историями есть различия, и это обнадеживает. Не волнуйся обо всем этом. Главное, что я хочу сказать, это то, что я провел исследование, и оно тебе это показывает. Я собрал статистику по этому поводу, и первое место занимает атрибуция паранормальных явлений. Вы верите в паранормальные явления, и именно поэтому у вас был подобный опыт? Нет, поверьте мне на слово. Судя по статистике, нет, это не так. А как насчет рассеянности? Ты просто рассеянный человек, поэтому ты проводишь с ними такого рода тесты, чтобы проверить, не рассеянны ли они. Нет, это не так. Если у них действительно был какой-то опыт, то они ничем не отличаются от других с точки зрения своей рассеянности, что является положительным моментом. А как насчет магического мышления? Это склонность верить в то, что несвязанные события причинно-следственно связаны. Ну, статистическая разница была, и она не выглядела большой, в среднем 10 против 8. Но казалось, что люди с большей вероятностью будут магическими идиаторами или мыслящими магически, чем воображаемыми. Поэтому я подумал, хорошо, я проведу еще несколько исследований по этому вопросу в 2016 году, соберу еще несколько человек и изучу это подробнее. Может быть, именно поэтому люди заявляют о подобном опыте. Может быть, но где-то внутри у них есть какая-то волшебная идея, которая заставляет их придумывать эти истории или видеть то, чего на самом деле нет. Поэтому я повторил исследование еще раз, и обнаружил соотношение 50 на 50, что говорит о том, что вполне достоверно. Что, возможно, людей, страдающих и испытывающих подобные вещи, больше, чем я первоначально думал. И поэтому я еще раз повторил первоначальную шкалу, чтобы посмотреть, были ли эти люди магическими вдохновителями, и да, они были таковыми, опять тот же вывод. Так что это последовательное сильное открытие. Однако я пошел немного дальше, и рассмотрел несколько более сложных способов измерения этой вещи, называемой магическим мышлением. Один из них называется терпимостью к двусмысленности. Люди просто не выносят двусмысленности. Другими словами, некоторые люди кладут что-то на землю, и это что-то пропадает, и они говорят, «О, вы знаете, что это двусмысленная ситуация. Я не совсем понимаю, почему это произошло, и я могу это терпеть, я могу с этим смириться, я продолжу и займусь чем-нибудь другим». Другие люди могли бы сказать, «О, нет, я не могу терпеть эту двусмысленность, у меня должно быть объяснение этому. Это должно быть паранормальное явление». Я не нашел разницы между этими людьми. Таким образом, группы переживаний и воображаемые группы ничем не отличаются друг от друга. У них обоих одинаковый уровень терпимости к двусмысленности, так что я не могу винить их за это. И я просто показываю там виды тестов, которые я использую. Стандартные психологические тесты, которые используют люди в области психологии, не обязательно парапсихологии или паранормальных явлений. Просто нормальные вертиками, это нормальная психология. А также свободный ассоциационизм, это идея о том, что это то, что опасно, потому что свободный ассоциационизм связан с шизотипированием. А шизотипирование находится на той ступени, которая ведет к шизофрении. Так что вы можете видеть, как часто это делает нормальная психология. Если вы проявляете какую-то отклоняющуюся веру в господствующую науку, то вот что вы можете сделать. В конечном итоге вы можете заполнить достаточное количество анкет, чтобы получить результаты, свидетельствующие о том, что у людей есть какие-то потенциальные психологические расстройства. И свободный ассоциативный подход, одна из таких вещей. Так вот в чем идея. Ты знаешь, что если я скажу тебе зеленый, ты подумаешь, хорошо, зеленый. Яблоки бывают зелеными или яблоки тоже красные, а пожарная машина красная. Итак, ты перешел от зеленого цвета к красному с помощью пары прыжков, хорошо? Кто-то со свободным ассоциативизмом, который является одним из видов выражения магического мышления, говорит, ты говоришь зеленый, и они едут на пожарную машину. Так что они прошли через эти узлы очень, очень быстро. И ты не можешь понять, почему они перешли с зеленого на пожарную машину, потому что пожарные машины не зеленые. Ну что же, они это сделали, они сделали это логично, но так как это не так, это очень креативно. И конечно же, суть в том, что если это зайдет слишком далеко, то у тебя будет расстройство мышления, которое выражается в шизофрении. Но именно поэтому говорят, что творческие люди страдают шизотипией, у них есть такая разновидность шизотипии, которая может привести к симптомам шизофренического типа. В любом случае, суть в том, что нет, нет, это не так. Мой опыт ничем не отличается от моего воображения с точки зрения этой идеи свободного ассоциационизма. Так что они не спешат с выводами. Они не говорят, хорошо, у меня пропал кошелек, значит это должна быть фея. Они на самом деле настолько рациональны, насколько люди себе это представляют. Так что там ничего нет. Ни в одном из исследований, которые я проводил, нет никаких доказательств того, что люди, которые сообщают об этих переживаниях типа феномена исчезающего объекта, имеют что-то, что вы можете приписать им психологически, что отличается от людей, у которых их не было. И это самый важный момент в том, чтобы сделать это. Поэтому в приведенной здесь статистике я просто показываю все различные задания, которые я использовал, чтобы показать, что у этих людей ничего нет, нечего искать. Нет, 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 нет. Они такие же, как и все остальные. Хорошо, и так моя идея, и это немного второстепенная, здесь она немного отклоняется от темы. Но я думаю о том, почему эта шкала магических представлений, которую я нашел на первом месте, это проблема с психологическими шкалами. Вот почему ты должен быть действительно осторожен и доверять всему, что публикуется подобным образом, потому что, если ты вникнешь в это поглубже, то сможешь увидеть некоторые причины, по которым люди получают такие оценки. Итак, я нашел связь между моим опытом и моими фантазиями о том, что же это такое. Допустим, сейчас около 8, 8, а это примерно 11. 8, 9, 1011, разница в 3 очка. И это по двоичной шкале. Она не очень хорошая, она похожа на шкалу да или нет. Так что на 3 балла выше для людей, которые испытали проблему с точкой по сравнению с воображаемой, на 3 балла выше, это 3 вопроса, 3 вопроса. Они утвердительно отвечают на 3 вопроса, а другая группа нет. И проблема в том, что эти 3 вопроса, если вы посмотрите на них в анкете, покажутся вам просто описанием феномена исчезающего объекта. Так что один из них, например, относится к 6 пункту. Иногда мне кажется, что вещи находятся в разных местах, когда я возвращаюсь домой, даже если там никого не было. Ну что же, если бы я не испытал законного собачьего опыта или чего-то подобного, я бы сказал, да, это правда, потому что я вернулся домой, и что-то сдвинулось с места. В то время как тот, у кого этого не было, сказал бы, нет, со мной такого не случалось. Сейчас психологи расценивают это как то, что с тобой что-то не так, но на самом деле это не так. Если с этими людьми вообще нет ничего плохого, если с ними что-то не так, то вы не сможете выявить никаких различий. И мы можем согласиться с тем, что возможно у них был законный опыт. Они просто описывают то, что с ними произошло. Это не так, это не является доказательством того, что у них есть какие-то магические представления, но вы можете видеть поворот, который делает господствующая психология. Это превращает законный опыт в нечто дисфункциональное, и это действительно опасно, и мне это не нравится. И именно поэтому в исследованиях, которые мне нравятся, я как бы использую такого рода анкеты против господствующей психологии, чтобы показать, что полученные результаты я могу использовать то же оружие, которое вы используете, чтобы как бы обесценивать паранормальные переживания и убеждения людей. Я могу перевернуть это, отбросить назад и сказать, ну что же, они кажутся мне совершенно нормальными. Но я не единственный, кто так поступает. Это небольшая область психологии, поверь мне, в любом случае, очень мало людей изучают эти вещи, потому что кто будет изучать паранормальные явления? Все это чушь собачья, не так ли? Мейнстримный подход. Но очень важно продолжать работать над этим и использовать такого рода инструменты. Так или иначе, это было мое открытие. Так что суть в том, что я думаю, что эти люди, вероятно, сообщают о своем законном опыте. Так что заканчиваю, потому что я знаю, что уже поздно, и приношу свои извинения. Я высказал несколько предположений о том, что могло бы произойти. По-моему, это моя идея. Сейчас я этого не делал, я закончил это, наверное, в конце прошлого года, в начале прошлого года, извини, так что прошло много времени, и я давно об этом не говорил. Так вот, вчера я взглянул на это и подумал, о, я ничего не знаю о том, что я здесь создал, а потом я достал свою книгу, прочитал ее и подумал, о, на самом деле это довольно хорошая книга. Вот это да, это действительно интересно. Я как-то об этом не подумал. Должно быть, так оно и было. В любом случае, на самом деле я не настолько в курсе событий, как следовало бы, но это именно то, что мне пришло в голову. Когда ты только что это сделал, ты можешь себе представить, что это так свежо, что ты просто на высоте, но я не совсем так хорошо разбираюсь в материале, как следовало бы. Любой из вас, кто находится там, знал бы о том, что я сейчас говорю, больше, чем я сам. Так что я более чем счастлив это сделать. За эти годы я общался со многими аудиториями, подобными тебе, и я здесь подлизываюсь, но ты действительно довольно образован. И я часто не могу ответить на вопросы, которые ты мне задаешь, потому что у тебя больше опыта в этом деле, чем у меня. Так что просто будь добр ко мне и посмотри, что я могу с этим сделать. Во-первых, я подумал, хорошо, есть три возможности. Механистическая вселенная, и снова я собираюсь немного дополнить книгу здесь, но я немного углублюсь в Чарльза Форда. Потому что Чарльз Форд, конечно же, был мастером в прошлом таких концепций, как телепортация и так далее. Поэтому я подумал, что эти записи или эти переживания вызваны каким-то фундаментальным механистическим процессом, который в то время и в настоящее время не подается современной научной проверке, хотя о нем широко рассуждают. Итак, такие вещи, как невидимость, возможно эти вещи действительно буквально физически стали невидимыми, или может быть происходит какая-то телепортация. Объекты были телепортированы из одного места в другое. И именно этими словами мы все время перебрасываемся. Поэтому когда кто-то говорит, что потерял свои ключи, он говорит, о, должно быть, они куда-то телепортировались или провалились в червоточину. Поэтому мы все используем подобные слова для описания или объяснения того, что случилось с нашими объектами. Но на них стоит посмотреть, потому что почему бы и нет. Я имею в виду, что это вполне законные понятия. А еще параллельные вселенные, ты же знаешь, что мой объект ненадолго переместился в параллельную вселенную и вернулся обратно. Или же это был сдвиг в измерение, он перешел в другое измерение и вернулся обратно. Так вот эти вещи я исследовал довольно глубоко, и на самом деле, как я уже сказал, прочитав это, я подумал, о, это действительно умно. Я и не знал, что знаю об этом, но не спрашивайте меня сейчас, потому что я уже забыл. В любом случае, я подумал, когда проводил свой глубокий анализ этого, и я не физик. Но я хорошо рассмотрел это, я подумал, что это хорошо для взаимодействия. Потому что мы можем, я и не знал, что знаю об этом. Но не спрашивайте меня сейчас, потому что я уже забыл мальчик, сказал он. Поговорите о том, чтобы возможно взаимодействовать с этим и физически, я не знаю, изменять его квантовое состояние, и квантово-телепортировать информацию отсюда туда. Квантовая телепортация это совсем не то, что такое квантовая телепортация, но ты же знаешь, что ты можешь придумывать подобные вещи. Информация, содержащаяся в этом квантовом состоянии этого объекта, была каким-то образом перемещена куда-то еще, и я во многом зависел в этом от Чарльза Форда. Потому что именно Чарльз Форд придумал слово телепортация, и он фактически использовал его, когда создавал его для своих книг в начале 1900-х годов. Он использовал его именно для этого феномена. Так что было интересно, что он разработал его именно для этого. Он не называл это феноменом исчезающего объекта, но это была, знаете ли, его идея, что у нас есть пополнение запасов Вселенной. Когда, если чего-то не хватает в одной части Вселенной, оно пополняется где-то в другом месте и перемещается посредством телепортации. Так что приятно читать его ранние работы, но взглянув на них, я не смог найти ничего, что действительно охватывало бы большую часть того, что использует Иодль. Такого рода идею о том, что существует механистическая Вселенная. Это бессмысленная Вселенная, в которой просто есть эти физические процессы, которые мы иногда используем, мальчик. Это позволяет перемещать вещи по помещению так, как мы видим при обычном использовании блокнота. Поэтому мне не понравилась идея телепортации, потому что на самом деле квантовая телепортация отличается от телепортации, и я не буду сейчас вдаваться в подробности. Мультивселенные – это идея альтернативных, а не параллельных Вселенных, они должны быть альтернативными Вселенными, потому что с ними, очевидно, можно связаться. Я придерживаюсь стиля Хью Эверита и стиля Девита в интерпретации многих-многих миров. Вы знаете, в любой момент времени с любым квантовым событием у нас происходит расщепление Вселенных, а затем создается этот большой пузырь, бесконечный пузырь. И, возможно, есть несколько историй ты смотришь на людей, которые якобы путешествовали, ты бы слышал о поездке из Токио в Красный. А еще есть Лена Гарсия, я думаю, недавно в интернете была статья, в которой эта испанская леди однажды проснулась, и все изменилось в окружающей среде вокруг нее. Ну, именно такой контекст я использую, чтобы подумать. Ну, может быть, бывают ситуации, когда люди могут перейти из одной пузырчатой Вселенной в другую, а объектов в одной Вселенной нет в другой. Это трудный аргумент для аргументации. Лучше поговорить об интерпретации многих умов, в этом и заключается сутьми. Миров не так уж много. Таким образом, объекты путешествуют не между этими пузырчатыми Вселенными, а между вашим сознанием. Таким образом, возможно, существует сознание более высокого порядка, что ваши многочисленные сознания, которые разделяются по мере создания Вселенных, объединяются в более высокое сознание, и вы путешествуете через себя. Если ты понимаешь, о чем я говорю. Но с Джотлзом трудно спорить. Я имею в виду, что это интересная концепция, и нет никаких причин, по которым ты не можешь на нее взглянуть. Это всего лишь интерпретация, это даже не теория и не модель, потому что она настолько непроверяема. Как интерпретация наличия множества Вселенных и возможности каким-то образом путешествовать между ними, на самом деле не соответствует тому, о чем мы говорим. Как о хлебе с маслом, о котором я говорю. Так что я был не слишком доволен этим. Другие измерения, когда мы говорим о других измерениях, мы на самом деле имеем в виду другие Вселенные, и это своего рода интерпретация множества миров. Размеры означают, знаете ли, четвертое измерение массива, пятое измерение массива, и это тоже не совсем подходит для заметок. Итак, все, что я хочу сказать на этом слайде, это то, что я посмотрел на Вселенную механизмов и был не очень доволен возможностями. Я не хочу сказать, что они не имеют отношения к делу, но на самом деле они не соответствовали тем историям, которые я рассматривал. Так что мы остановились на второй возможности. Мы рассматриваем внешних парафизических агентов. Такие вещи, как полтергейст, ангелы-хранители, призраки, феи, элементалы и так далее. Мне нравятся эти вещи, и я трачу на них много времени. И нет никаких сомнений в том, что это придает этим историям какой-то смысл. Поэтому, когда ты говоришь, что что-то было записано, какой-то твой предмет вернулся или появился, ты можешь обвинить в этом фею. Ты можешь обвинить в этом великого Арни Гертруду, или что-то в этом роде, какую-нибудь парафизическую сущность. С этим есть проблемы. Я имею в виду, что мне очень нравится идея о том, что нечто, находящееся в более высоком вибрационном состоянии, приходит и вибрирует физическими свойствами объекта до их состояния, в результате чего он исчезает в запятых, а затем снова появляется позже. Я имею в виду, что в нем заложено намерение понять, почему это может произойти. Они ведут себя озорно. Но на самом деле, исходя из общепринятой физики, ты же знаешь, что нельзя говорить о более высоких вибрационных состояниях, из-за которых исчезают необходимые вещи. Я думаю, дело в том, что ты должен использовать это слово более осторожно. Это совсем другое слово «вибрация». И я, ты знаешь, я не возражаю против теософских рассуждений о том, что элементалы, находящиеся в вибрационном состоянии, отличном от людей, могут входить и выходить и влиять на вещи. Но на самом деле это опять же не относится к Джотлзу. Так что мне пришлось привести этот запутанный аргумент о том, почему, по моему мнению, это работает не очень хорошо. И самое главное в них, я полагаю, самое главное, когда ты думаешь о страхе, о том, что тебя беспокоят феи, или что в твоем доме есть призраки и так далее. Ты понимаешь, что происходит гораздо больше, чем просто исчезновение предметов. Там есть привидения, есть потенциальные запахи и все эти другие вещи, которые могут произойти. Заметки или исчезающие объекты, это разрывы, вот как это называется. Другими словами, они происходят сами по себе. Больше ничего не произошло. У тебя очень-очень сухая и скучная жизнь, и есть одна вещь, которая случается, это записи. То, что это разрыв, означает, что у него нет контекста, более широкого паранормального контекста, и по этой причине я был не очень доволен этой идеей. Я не говорю, что парафизические сущности не вызывают исчезновений и повторных появлений объектов, но это не соответствовало стандартной парадигме Йодля. Так что я двинулся дальше и подумал, хорошо, вот еще одна причина, ориентированная на человека, и это, вероятно, наиболее логичная возможность. Я думаю, она лучше всего подходит с точки зрения аргументации. Значит, это какие-то психокинетические способности. Это связано с психокинезом. И так каким-то образом ты смог использовать силы, которые способны заставлять вещи исчезать и появляться снова, и это как бы дает тебе это намерение. А также потенциально придает ему аспект взаимодействия. Значит, по какой-то непонятной причине ты сам, пережитый опыт привели к тому, что эта заметка произошла, и ты можешь винить в этом фею, или гоблина, или двоюродную бабушку Гертруду. Но на самом деле это какой-то более глубокий психологический процесс, который ты разыграл. Так что мне это нравится как вариант. Это действительно хорошо работает. Так вот, это повторяющийся спонтанный психокинез, вот в чем суть у Ильи Моролла и его идей. Не так ли? Я почти закончил. Мне осталось буквально два слайда. Итак, у вас есть домашнее хозяйство, на которое влияют записи, предметы домашнего обихода, что и происходит с РСП. Вы знаете людей, на которых влияют предметы, перемещающиеся по дому, и это не внешняя сущность. Кто-то в этом доме вызывает этот психокинез и заставляет предметы перемещаться. Так что смотри, здесь много общего. Предметы домашнего обихода, предметы домашнего обихода в диапазоне кинетической энергии тела. Таким образом перемещаются маленькие предметы, а не большие. Именно так у меня не исчезают стулья и столы, а появляются более мелкие предметы. Может быть, это поможет мне объяснить это. Существует обратный закон расстояния, который помогает при взаимодействии. Другими словами, Уильям Ролл и другие говорили о психокинезе, происходящем в непосредственной близости, и чем дальше вы удаляетесь, знаете ли, в геометрической прогрессии, тем меньше силы вы можете над этим контролировать. Есть еще функция фокусировки по объекту и области действия. Таким образом, при психокинезе в этих событиях РСПК нацеливаются на определенные типы объектов, аналогично джотлам. Фокус на зоне, джотлы очень и очень распространены на кухнях и в спальнях. Точно так же, когда у вас в доме проводятся мероприятия РСПК. Особое внимание уделяется определенным зонам дома. Так что между этими двумя типами мероприятий есть много общего. Есть даже несколько интересных теорий, которые могли бы объяснить это. Так, например, энергия нулевой точки, концепции запутанности и все такое прочее, граничащее с физикой о том, как может работать РСПК. Да, может быть, в этом тоже есть какое-то намерение. Потому что если ты связан с объектом, и ты можешь использовать эту энергию нулевой точки вокруг этого объекта с помощью всеволн, или что бы ты там не хотел сказать, и ты действительно раздражен этим объектом, или у тебя с ним какие-то отношения, вот что означает запутанность, тогда она исчезает. Потому что я знаю одну историю, в которой человек что-то мыл, и он был действительно раздражен и зол из-за того, что что-то мыл, и они ушли, а щетка исчезла. Ты можешь сказать, ну хорошо, вот почему, потому что в глубине души их подсознания было так зол на эту вещь, и они не были связаны с этим объектом. Что они фактически заставили его исчезнуть на зло, или просто потому, что они больше не хотели делать никакой работы. Итак, ты знаешь, что здесь есть некоторые возможности, которых нет в двух других теориях. Проблема в том, что это явление для взрослых. Мы все знаем, что РСПК, как правило, является проблемой подростков. Именно так об этом и пишут. Я не утверждаю, что это так, но это мероприятие очень сильно ориентировано на подростков. Джодлы, как правило, случаются во взрослом возрасте. Мы не видим никаких левитаций с помощью джодлов, это просто исчезающие и появляющиеся объекты. В то время как РСПК, как правило, в первую очередь представляет собой левитацию предметов. Так что здесь есть небольшая разница, так что я не говорю, что это единая цель или теория, но на это стоит посмотреть. Вот один из них, как и мой второй последний слайд. Дело в том, что опять же это теоретический материал. Вы предполагаете, что какое-то нежелательное, непреднамеренное, непредвиденное событие произошло из-за того, что ваши бессознательные силы заставили что-то исчезнуть. Теперь это непрактично. Таким образом, вы почти хотите сказать, что есть какая-то часть меня подсознательна, которая действительно может заставить вещи исчезать и появляться снова. Я не верю, что это может произойти, но эта часть меня может и действительно верить в это, и может это сделать, и это не практикуется. И что же это такое? Это часть моего сознания. Где же сознание? Оно расположено в мозгу или где-то еще шире? В таком случае, почему бы просто не назвать его развоплощенной сущностью? Итак, мы предполагаем, что у нас есть какая-то часть мозга, которая способна делать вещи, в которые мы не можем поверить. Это почти то же самое, что сказать, что это двоюродная бабушка Гертруда, парящая вон там, в углу, как привидение. Опять же, есть аргумент в пользу кроличьей норы. Чем глубже ты забираешься, тем больше понимаешь, что то, с чем ты имеешь дело, очень неосязаемо, и трудно вообще что-либо объяснить. Итак, в конце концов, это вполне возможно, но природа должна представить нам обстоятельства, настолько глубоко организованные, что наши наблюдательные и логические ошибки полностью овладеют определением паттерна. Итак, на этом мы заканчиваем, сказав, что Вали сказал, что может быть все так сложно, что мы никогда не узнаем, в чем причина этих заметок. У меня, с другой стороны, есть одна идея. Если что-то и есть, так это моя интерпретация этого, если что-то и есть у Джотлов, так это отсутствие швов. Когда ты что-то теряешь, а оно возвращается, кажется, что так было всегда. К ним мне больно прикасаться, когда они возвращаются, они все равно ничем не отличаются, они совершенно одинаковые. Так что я предполагаю, что, возможно, у нас есть, и я скажу, что сознательное наблюдение в нескольких состояниях сознания ответственно за разрушение реальности. Вот почему у нас сейчас такая согласованная реальность. И все, что представляет собой хоть малейшую заметку, является всего лишь вполне разумным побочным продуктом этого процесса. Так что я хочу сказать следующее. Такого рода совпадение, если бы существовала единая теория, я бы, вероятно, выбрал именно эту. Представь, что тебя окружают объекты в реальном мире, и все они находятся как бы в таком квантовом супе вокруг нас. И мы посредством наблюдения превращаем это в реальность, в физическую реальность. Но, как ты знаешь, это не обязательно физическое явление в том виде, в каком мы его знаем, потому что его можно незаметно собрать обратно в квантовый костюм. И каждый из этих кругов, это сознание, это, так сказать, личность. И когда у тебя есть объекты, на которые смотрят многие люди и которые признаются многими людьми, у тебя есть очень, очень сильный объект, и ты не можешь просто отвернуться, и он просто не исчезнет. Но бывают ситуации, когда у одного человека есть кошелек, о котором знают многие другие люди, они не связаны с этим кошельком так, как этот человек, и часто эти люди живут одни. И все это происходит в салонных состояниях реальности. И бывают ситуации, когда, возможно, это сложнее, чем это, я не совсем отдаю этому должное, но, возможно, эта реальность не такая сильная реальность, как этот плакат здесь, который, вероятно, сохранялся в реальности многими из вас, наблюдавших в свое время. Когда у нас есть свои собственные маленькие личные вещи, которые никто другой не видит, и о которых никто по-настоящему не знает, кроме нас самих. Именно эти вещи, как правило, пропадают без вести. Я бы сказал, что, во-первых, это похоже на мультфильм, и вы можете стереть слайд из мультфильма, и что-то пропадает, а затем оно появляется снова, когда вы вставляете другой кадр. Это именно такой взгляд на это явление, и я думаю, что это, наверное, лучший способ взглянуть на него, но это во что бы то ни стало, я имею в виду, что оно витает в воздухе. Но я думаю, что я счастливее всего от этого. Опять же, я думаю, что мы говорим о сильном и слабом носе, и речь идет о том, как мы интерпретируем реальность. Вот и все. Вот так loyalty. Продолжение следует...